Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и мы с вами здесь встречаемся для того, чтобы разобраться во всем происходящем. Много событий, много высказываний. Наша задача понять, почему они происходят и для кого они звучат. В этом всем нам помогают всегда наши гости. Геннадий Дубов сегодня у нас в гостях, это политический аналитик и юрист. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Я предлагаю начать наш с вами разговор вот с какой информации. Значит, работников ТЦК ненавидят. В Минобороны рассказали, сколько там работает бывших фронтовиков. Значит, около половины работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки вернулись с фронта, а их ненавидят в части общества. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что Министерство обороны не терпит ни одного случая превышения полномочий работников ТЦК и СП. По его словам, сейчас более ста жалоб поступило в Министерство по конкретным случаям. В частности, что людей забирают в бусик, превышают полномочия. Представитель Минобороны отмечает, что по каждому случаю происходит выяснение ситуации, ведется расследование. Лазуткин отмечает, что негативное отношение к работникам ТЦК часто подпитывается различными телеграм-каналами, которые работают на срыв мобилизации и масштабируют эти негативные случаи. По его словам, при этом не сообщают, сколько конфликтов не произошло благодаря терпимости работников ТЦК и СП. В то же время в Верховной Раде Украины рассматривают возможность ограничения полномочий ТЦК. По мнению народных депутатов, гражданские органы, такие как ЦНАПы, просто могут не справиться с функциями военкомата, в частности, из-за кадровой работы. Но в то же время Егор Чернин, народный депутат от «Слуги народа», заявил о том, что стоит, возможно, ограничить полномочия военкоматов. Как это все будет выглядеть, пока неизвестно. Эта идея пока на уровне обсуждения, но, согласно я так понимаю, с этим не все коллеги. Так вот, у меня посему возникает несколько вопросов. Господин Лазуткин, когда говорит о том, что поступают жалобы, вот какие работники ТЦК молодцы, он умалчивает, что за превышениями полномочий стоит избиение людей. Это очень частый случай, к сожалению моему большому. Как вы относитесь к идее, возможно, ограничить полномочия ТЦК или вывести их каким-то образом из, возможно, силовых структур на местные органы власти? Как это может выглядеть и насколько эта идея рациональна по состоянию на сейчас? Отношусь следующим образом. У ТЦК нет полномочий бить людей, у ТЦК нет полномочий задерживать людей, у ТЦК нет полномочий паковать в бусик, у ТЦК нет полномочий заставлять подписывать разного рода документы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, как мы ограничим то, чего у них нет, это вопрос со звездочкой. То есть, если мы исходим из того, что у нас действует закон, и мы должны контролировать его выполнение, если на протяжении многих месяцев и уже лет, по сути, подобного рода случаи, когда они стоят достоянием гласности, никакой реакции не вызывают в плане юридической. Мы видим только заявление о том, что это все русское и ПСО, не верьте, все на самом деле белое, пушистое и прекрасное. С чем я тоже, кстати, согласен, большинство работников ТЦК действуют в соответствии с законом. Но те, кто не действует в соответствии с законом, они не получают никакой реакции со стороны государства. То есть, у нас была история по поводу решительной борьбы с коррупцией, и мы решили следующим образом, что если в отдельном случае есть какой-то военком, который взял денег, и это было доказано, или там незаконно обогатился, купил себе за границей дом, нужно их всех выгнать, поставить фронтовиков, и будет все иначе. А прикол заключается в том, что на военкомов даже в военных вузах не учат. То есть, в принципе, нет такой профессии. Это люди, которые годами, соответственно, вели учет, которые организовывали призыв на срочную службу, которые оформляли увольнение из вооруженных сил и прочее, и прочее. И эта работа имеет свою специфику. Кто додумался вообще, в принципе, кому пришла мысль, что человек, который, безусловно, мог там 20 подвигов совершить, лично своими руками разобрать 4 русских танка, но как это ему добавляет компетенции выполнения задач, которые другие. То есть, одно дело военные действия. Это, безусловно, дает некое моральное право, но не дает морального права нарушать закон. То есть, а у нас получается так, что многие люди, которые действительно, вероятно, переживают, все мы переживаем, считают целесообразным усилить мобилизационные мероприятия, и в этой связи закон воспринимают как нечто, что мешает жить. Вот как вот там Януковичу мешали жить козлы, а нам мешает жить закон. И если закон можно, соответственно, им пренебречь, если за нарушение норм каких-то реакций не следует ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны высшего руководства, ни со стороны кого-то еще, эти нарушения будут множиться, они будут дальше наворачиваться одно на другое, и в итоге мы получаем уже битвы скорых с ТЦК. Но это просто как бы, ну это еще не финиш, но где-то близко уже. И в этой связи, сколько уже с вами мы говорили, и не только с вами, мы должны или сейчас одуматься и понять, что закон, он самоценность, он вот следование правилу является необходимым условием функционирования государства в любом его проявлении. Хоть то будет КЦК, хоть то будет детский сад. Не имеет никакого значения. То есть если мы исходим из того, что закон необходимо выполнять, тогда у нас как-то оно будет плюс-минус работать. Мы сможем каким-то образом что-то там пофиксить, побелить, покрасить, исправить и так далее. А у нас получается так, что мы дискуссии и энергию тратим на то, каким образом изменить закон, при этом исходя из того, что он не работает. Ну какая разница, ты его можешь менять просто, ну каким, хоть влево, вправо, хоть вверх, хоть вниз, хоть на голову ставь его, если он не работает, не имеет значения, что вы будете написать там в законодательной процедуре. То же самое у нас происходит, кстати, немножко отвлекусь от КЦК, но тема близкая к этому. Когда выходит Малюська. Вот мне вчера тоже звонят, попросили комментарий в эфир. Как же так, типа мы без военно-учетного документа не сможем там жениться, родиться, там в супермаркет сходить. Ну я утрижу, но смысл в том, что государство существенным образом ограничит административные услуги. Да, более того, Малюська сказал, что это будут даже не сотни, а тысячи услуг. Безусловно. И вопрос задают так, а где это написано, меня спрашивают. А я говорю, а по барабану где это написано? Может это нигде не быть написано, как это случилось, например, с паспортами за границей для мужчин, которые находятся вне территории Украины. Письмом, просто письмом, раз, и перестали выдавать. Точно так же внесут изменения в инструкцию, в лучшем случае. Может быть, письмом напишут и так далее. То есть мы и здесь получили эрозию, соответственно, правопорядка с точки зрения того, что для ограничения прав человека уже нет никакой необходимости вносить изменения в законодательство. Это на белом глазу выходит и профильный министр нам говорит. Поэтому еще раз мы повторимся, в чем проблема, в чем закон лучше, чем подзаконное регулирование или тем более произвол. Потому что закон один, он на всю страну действует как акт высшей юридической силы. Его все могут почитать, плюс-минус одинаково понять и держаться за него и представлять собой некое целостное общество. Если у нас каждый орган исполнительной власти, а их сотни, включая местные, если не тысячи, будет иметь возможность играть в свое кино и пилить свою инструкцию, и действия совершать те, которые он лично счет целесообразным, у нас вместо одной страны будет сто тысяч разных правопорядков, которые не будут между собой согласованы. И мы, по сути, прекратим свое существование как целостное общество. Но у нас это тупо не понимают. У нас или назначают виноватых с конкретной фамилией, или, соответственно, занимаются другой ерундой, выясняя, кто ветеран, кто не ветеран, и кого лучше поставить во главу ТЦК. Да хоть как бы 12 апостолов поставить в правительство и в органы воинского управления, если инструментария в виде действующего закона не будет, ничего не получится. И кричать об этом уже, честно говоря, немножко надоело, но, по большому счету, мы, возможно, может поможет, а может для истории просто зафиксируем, чтобы были нормальные люди, кто это понимает. Да, но тут ведь и вот какой интересный момент. Во-первых, на фоне этого всего свавиля, по-другому не скажешь, вы упомянули уже битву с скорыми помощью, когда просто их держали, не выпускали фельдшеров, и приехали их коллеги, начали помогать. Это просто какой-то сюр. В то же время задержали Одесского военкома на взятке в 4 тысячи долларов, который кошмарил людей в буквальном смысле слова, там угрожал и все остальное, там появлялись с ним видео. И это уже нельзя назвать ИПСО, это вот конкретный человек, которого задержали. Точно так же, как битва с этими скорой помощью. Это не назовешь ИПСО, потому что эти врачи скорой помощи давали комментарии не одному новостному изданию, и это все как бы зафиксировано. И я смотрю на реакцию людей. Я понимаю, что в соцсетях это не всегда объективная реальность, вернее, это далеко не объективная реальность, но то, что люди пишут, и это тенденция, о которой, мне кажется, надо задуматься. Люди пишут о том, что скоро начнется охота на ТЦК. И уже бывали случаи, когда работникам ТЦК то гранату во двор кинули, то еще что-то. Насколько серьезно накалена обстановка, вот по вашим ощущениям и по вашему анализу ситуации, и действительно ли, если центральная власть не умешается, это как-то не будет урегулировано, действительно мы можем прийти к тому, что у нас просто будет ТЦК будут охотиться на военнообязанных, а военнообязанные на ТЦК. Ну, смотрите, это, в принципе, еще одна иллюстрация вот ровно того, о чем мы с вами говорили выше. Проблема, самый большой трындец в этой истории скорая там версус ТЦК заключается в том, что приезжала трижды полиция и ничего не сделала. А я стесняюсь спросить, а нахрена нам тогда нужна полиция? Если происходит, если мужики, это будут ТЦК против скорых или свиноводы против учителей физики. Это не имеет значения. То есть насилие легальное может применять только государство в предписанных законах случаях. Если случается казус и применяется насилие в другом месте, или людей, соответственно, лишают свободы против их воли, как и случилось в этой ситуации, тогда приходит правоохранительный орган и разруливает ситуацию, привлекая к ответственности того, кто закон нарушил. Трижды полиция приехала, сделать ничего не смогла. И ровно вот поэтому случилось дальше все то, что случилось. И в этой связи мы можем что сказать? Что и в других случаях, если закон не действует, если государство... И при этом, кстати, важный момент также. Мы услышали заявление, что скорые ТЦКшники, они помирились, они, наверное, руки пожали друг к другу и сказали, инцидент исчерпан. А я стесняюсь тоже спросить, а у нас с каких пор можно бить морду и не нести никакой ответственности? Тем более, если и одни, и вторые лица находятся при исполнении служебных обязанностей. У нас с каких пор отменили норму, если не ошибаюсь, 146-й статьи Уголовного кодекса, где незаконное лишение свободы запрещено и караются тоже в соответствии с законом. И помирились вы, не помирились. Это значение никакого не имеет. Ответственность должна наступить, поскольку в силу принципа нет вратимости, само по себе примирение может означать только смягчающее обстоятельство при назначении наказания. Не больше. А привлекать надо. Мы не слышим. То есть государство сказало, что типа, ну ладно, так надо, можно делать все, что хочешь, может штурмом в следующий раз пожарники возьмут ТЦК, потом помирятся с ними, и все, и тоже хорошо будет все. Ну то есть вот как бы в этом самый большой и сложный момент. И теперь государство, нами всеми горячо любимое, пусть все, кто к себя и причисляет, и исполняет властное полномочие, сами себе ответят на вопрос. Если вы ложите причинное место на закон, то на каком основании граждане должны как-то иначе с ним поступать? Вот на каком основании? Почему вы считаете, что граждане не будут применять насилие, если к ним применяют насилие? Почему вы считаете, что граждане будут бояться недействующих механизмов уголовной ответственности, поскольку вы сами показываете своими действиями, что в принципе можно делать все, что хочешь, и не будет ничего? То есть не может же быть так, что этих ухылянтов как бы прессуют, а ТЦКшники ходят как бы с короной на голове и делают все, что хотят, не неся никаких последствий за свои действия. Ну вот мы приедем ровно в этом месте. И это разрушает на самом деле государство намного сильнее, чем любые снаряды, бомбы. Вот у нас, по-моему, тревога за окном. Да, да. Любая ракета не может так разрушить правопорядок, а государство — это персонифицированный правопорядок, как вот это вот все то, что происходит. Поэтому мы, еще раз, если мы не одумаемся, то у нас большие проблемы, как бы не закончилась война. Даже если победим, мы сожрем потом сами себя. А как это все можно сейчас остановить? То есть кто должен сейчас, грубо говоря, взять на себя ответственность, выйти и сказать, смотрите, вот мы делаем вот это, вот это, вот это. Почему я спрашиваю? Потому что президент, я помню, на одной из пресс-конференций каких-то публичных высказываний говорил, что у нас не должно быть так, что людей пакуют в бусики на улицах. Это ненормально, это все очень плохо. В итоге людей продолжают паковать в бусики на улицах. Мы это видим на видео. Нам говорят, что это ипсо, хотя многие это сами наблюдают. У людей развивается резкая эпилепсия в ТЦК. К ним не приезжает скорая. И ТЦК за это не получает. Я не знаю ни одного приговора или там наказания, которое понесли работники ТЦК, которые превысили свои полномочия и избивали людей. Так я не знаю. И это функция Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры, где на вершине всей пирамиды, соответственно, директор ГБР надзирает генеральный прокурор Украины. Чем они занимаются, я, честно говоря, не понимаю. Потому что директор Государственного бюро расследования пару недель назад вышел и дал интервью Интерфаксу. И говорит, у нас цель нашей деятельности не регистрация, увеличение количества уголовных производств против дезертиров, СЗЧ-шников и прочих. У нас целью деятельности нашей является возвращение воинов в вооруженные силы, в свои подразделения, на передовую и так далее. Только как бы все может он и прав, поскольку там десятки тысяч, к сожалению, у нас производств зарегистрированных, еще как минимум столько же незарегистрированных, а может и больше. Там цифры разные называют, они очень такие говорящие и страшные. То есть и возможно действительно, если у нас, к примеру, на сегодня Уголовный кодекс предусматривает, что по-любому СЗЧ-шнику необходимо реальное лишение свободы назначать, что у нас на сегодня этих СЗЧ-шников больше, чем мест в колониях. Даже если всех тех, кто на сегодня туда, там находится, отпустить. То есть вроде как бы не срастается ситуация. И, наверное, не стоит всех привлекать. Только как бы проблема заключается в следующем. В законе написано по-другому. То есть в законе написано по-другому. У нас получилась ситуация, когда руководитель правоохранительного органа выходит и в голубом глазу говорит, закон мы исполнять не будем, потому что это нецелесообразно. Вот опять возвращаемся ровно к началу нашего разговора и понимаем, какая у нас как бы нехорошая ситуация. То есть прямую говорит правоохранитель, что закон не будет выполнять в этой части. И в другой части, вероятно, он тоже такое волевое решение сможет принять, если захочет. Правда же? Да. И меняй закон, не меняй закон. То есть никто не собирается его корректировать. Наоборот, его ужесточили, но не исполнили. И все. То есть получается так, что условием соблюдения закона должна быть действенная, эффективная работа правоохранительной системы. Для того, чтобы все понимали, что ответственность неотвратима. Что если ты уйдешь из части, тебя по-любому закроют. И, соответственно, ты получишь предусмотренную законом меру наказания. Тогда уходили бы меньше. Ну и так далее. То есть оно одно за другое как бы цепляется. И неисполнение снова таких базовых вещей, начиная от регистрации уголовных производств, оно то религирует всю эту ситуацию. Поэтому правоохранительная система, она работает бодро очень иногда. Вот мы видим же, каким образом могут работать наши правоохранители. Вот, кстати, вот сюда вспомнил этот самый Шефира покушения, которое до сих пор не открыто, еще до полномасштабного вторжения. Там же как бы прибежали сразу кони, вертолеты летят, водолазы плывут, как бы скачут патрульные машины, там, танк практически подвели на всякий случай. Ну, в этом смысле, вот видите, можем, если захотим. А когда простой человек, у него его ограбили на улице, условно говоря, и он пишет заявление, он будет еще три месяца пробиваться по судам для того, чтобы его зарегистрировали. А потом еще столько же, чтобы расследовали производство соответствующее. Ну и так далее. Вот поэтому паралич в плане нашей государственности, он вот крадется вот из этого места, когда мы свой святой украинский закон не ставим ни во что, ну или ставим во что-то, что сильно преуменьшает его роль и значение в жизни нашего общества. А если мы потеряем вот этот хребет общества в виде правовой системы, тогда как бы, ну, без хребта, понятно, можно ползать, наверное, но гордо стоять с вытянутой шеей, наверное, не получится. А в то же время, что делать человеку, если вот он попал уже в такую ситуацию, его доставили в ТЦК и, допустим, удерживают силой? Я не говорю о каких-то неправомерных действиях, да, но вот в то же время многие рассказывают эту ситуацию, когда забирают телефон, удерживают, не давая там еды и всего остального до того момента, пока человек не подписывает необходимые там бумаги и все остальное. Ну, про формы, когда применение силы мы уже, наверное, не будем говорить, потому что тут очевидно, что единственное, что остается делать, это просто дождаться, когда это закончится. Ну, я с позиции адвоката с 15-летним стажем могу, самый эффективный способ отстоять свои права в такой ситуации, когда тебя забрали, телефон отобрали, соответственно, угрожают или применяют физическое насилие. В условиях нашей правовой системы нужно молиться. Вот так, друзья, поэтому, если не верили до этого момента, уверуйте, самое время. Еще один момент, дабы подсуммировать эту тему мобилизации, уже не просто разговоры о экономической броне, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Номер его 1133-1, он называется «Про промыслову политику та прогнозованность реального сектора экономики». Значит, это зарегистрировал Наталуха, я так понимаю. И этот законопроект предусматривает, что будет разрешено компаниям проводить эту самую экономическую бронь. Они смогут бронировать своих работников при условии оплаты военного сбора в размере 20 тысяч гривен. Идея этой экономической брони, которую вроде бы как откинули, как такую, которая несправедлива, но в то же время ее зарегистрировали. Значит, текст пока не опубликован на сайте Верховной Рады, но ключевые нормы, они в том, что он будет якобы регулировать, кого как можно забронировать. Суть в том, чтобы платить фиксированный размер военного сбора заработника 20 тысяч гривен вместо 1,5%, которое сейчас есть от зарплаты. И в соответствии с этим само предприятие будет решать, кого бронировать, кого не бронировать и так далее. И бронирование будет доступно для ФОП при условии ведения деятельности на протяжении года перед тем, как подаваться на это бронирование. Но опять мы говорим о вопросах справедливости, опять мы говорим о том, что война получается все-таки тогда для бедных, для бедных предприятий, для бедных ФОП и для тех, кто не представляет такого интереса предприятию. Получается так. Ну, это часть вопроса на самом деле. Но другой частью ее вопроса является действительно необходимость поддержания экономической системы, необходимость оплаты налогов в бюджет Украины, поскольку вооруженные силы мы только из бюджета можем финансировать. А Гетьманцев говорит, денег нет. И мы уже там на 100 миллионов долларов хотим торгануть оставшимися предприятиями, а это 4 миллиарда, а нужно 400, то есть процент один только. Где их брать на сегодня никто не знает, с тарифами совсем на свете и так далее. То есть у нас получается, что решение принимать нужно, одновременно сохранив социальную справедливость и наполнить государственный бюджет. Государственный бюджет за счет бедных людей наполнить нельзя, это можно сделать за счет богатых, а соответственно социальную справедливость поддержать, так, чтобы и богатые, и бедные, и все на свете, и старый млад встали под ружье, мы тоже не можем. То есть ситуация, когда какое-то решение не принимаешь, оно плохое. Поэтому выбор делать нужно. По крайней мере, нам нужно признать, что вот эта идея, она не работает. Мы понимаем, мы секвестируем бюджет. То есть вот все бюджетники, чиновники, судьи, прокуроры, пенсионеры тоже, кстати, не нужно их исключать из ситуации, они с завтрашнего дня получат в два раза меньше денег, поскольку необходимо финансировать на вооруженные силы. Но тогда будет справедливость и не будет никакой экономической брони. Или экономическая бронь, когда люди побогаче будут давать раз в месяц 20 тысяч, в армию не идти, работать и создавать какой-то продукт. Вот что из этого как бы выбрать? Ну, я тоже не призываю ни к чему, просто нам нужно понять, признаться, что мы живем не в сказке. То есть у нас ощущение такое часто, что мы живем вот в фильме, и мне кажется, некоторые деятели наши государственные исходят из такой ситуации, где есть сценарий, и ты смотришь, герою тяжело, он превозмогает, его там враги бьют, у него там, не знаю, происходят какие-то негативные моменты в жизни. Но ты понимаешь, что если там это сняло Warner Brothers, то там в конце не будет ничего плохого, там он всех победит. Вот в последний момент чего-то изменится, появится там добрый дядя или он сам, в общем, ну, хэппи-энд, мы знаем, что это такое. И мы просто исходим из того, что в конце нас по-любому хэппи-энд ждет. А в жизни оно так не работает. То есть есть разница между сценарным мышлением с точки зрения кинематографа и реальной жизнью, где исходы могут быть очень разные. И ошибка выжившего, это условно, когда вот этот, как все курсы по успешному успеху, да, когда мы исходим из того, что люди, которые есть, да, действительно, там какое-то количество сотни миллиардеров, да, но там еще тысячи, десятки тысяч, там, на порядке больше людей не дожили до этого дня, в разных ситуациях, как бы рискнув, и их ставка не сыграла. Но мы почему-то думаем, что вот все сегодняшние государства, в том числе, и что мы обязательно тоже вот пройдем такой путь от, соответственно, проблемы до какого-то такого торжественного героического его разрешения. Вот, ну, просто инфантилизм, какой-то просто ужас. А если мы начнем планировать, исходя из разных вариантов развития событий, у нас появятся и планы Б, и планы В, и мы будем иметь возможность, в принципе, оценить, вот что такое решение сегодня выгодно принять или невыгодно, но на перспективу, оно нас ведет к лучшему развитию событий для нас. Но у нас этого близко нет. Мы живем в сценарии, ждем хэппи-энда, ну, дождемся или нет, через сколько там, 2-3 недели, или 2-3 года, или 20-30 лет. Ну, никто не знает на сегодняшний день только. То есть, ну, надо спросить у Алексея Николаевича, может, у него есть уже освеженный какой-то прогноз по этой ситуации. Но по дороге мы теряем, в том числе, вот, как мы с вами говорили, законность, мы теряем теплоэлектростанции, мы теряем людей, к сожалению, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда это закончится? И это закончится, вероятно, тогда, когда люди осознают, в принципе, вот, как это все вокруг работает. Что, ну, мы не живем в мире розовых пони, мы не живем в фильме, мы не в шоу Трумэна, где в конце есть прописанный сценаристами конец какой-то позитивный для нас. Мы живем в реальном мире, где нужно много работать и принимать, в том числе, иногда тяжелые решения как для себя, так и для всей страны вместе. Появилась информация в Reuters о том, что Трамп не понимает, какую выгоду США получат от победы Украины в войне. Во время встречи с красными на Капитолийском холме он призвал их избегать внутренних раздоров и не продвигать национальный запрет на аборты в Палате представителей. Значит, закон о помощи Украине более чем на 60 миллиардов долларов, которые после длительных дебатов все же приняли в США, Трамп раскритиковал. Reuters сообщает, что во время встречи с конгрессменами и республиканцами на Капитолийском холме он подверг сомнению смысл победы Украины. Если Украина победит, какая будет выгода? Пересказал слова Трампа республиканец Дон Бейкон. Значит, критикой Трамп не ограничился. Просто он предложил снизить подоходный налог в США и заменить его тарифами. И Трамп рекомендует республиканцам не продвигать ряд идей и так далее, отказаться от внутренних раздоров, мешающих работе партии. И далее там пошло о Штатах. Нас интересует конкретно наша информация, потому что ранее Вашингтон-Пост предполагала, что Трамп может расторгнуть соглашение о безопасности с Украиной, которое вот накануне Зеленский и Байден подписали на 10 лет, если победит на этих выборах. Как нам на это реагировать? Это первое. Второе. Трамп это заявляет как Трамп, эксцентрично, эпатируя и так далее. И все-таки тут же прозвучала ключевая такая история, наверное, на которую как бы нам не хотелось, но обратить внимание надо. Какая выгода для других стран в победе Украины, действительно? Мы же должны, наверное, чем-то их заинтересовать, чтобы они нам помогали и предоставляли оружие и помощь и деньги. Вы думаете, просто нашего желания и просьб мало уже? Я думаю, уже да. Ну и всегда было мало, мне кажется. Просто понимаете, чем мы заинтересовываем и мотивируем? Мы говорим, давайте сохраним мир в той парадигме международных правил, где запрещена незаконная агрессия, где действует принцип территориальной целостности, где не падают бомбы людям на голову. И что вот после Второй мировой войны на Европейском континенте Российской Федерации был впервые развязан вот такого масштаба конфликт. И мы исходим из того, что будто бы впервые все это случилось. Впервые. А если посмотреть на историю после 1945 года, ну да, в Европе это самый крупный конфликт, безусловно, война. И для нас она, в принципе, наверное, хуже быть ничего в мире не может. Но войн было много. И начиная от арабо-израильских войн, то, что там отголоски чего мы видим и сегодня. Была и Корейская война, была и война во Вьетнаме, был Афганистан. Был Афганистан при том, что в исполнении как в Соединенных Штатах в Америке, так и, соответственно, Советского Союза. Была и Рано-Иракская война, которая 10 лет тоже там миллионы людей погибла в этой связи. В Африке там всякие Суданы, Ливии, Сирии и прочее, и прочее. Ну, все Сирии, они в Африке сразу. Я уже чувствую, что кто-то пишет ко мне. Уже строчат, да. Вот. Войн было много. И сказать о том, что вот Устав Организации Объединенных Наций. А вот как тогда вот, как Косово вывалилось из Сербии? Ну, мне скажут на основании решения Международного Суда ООН, ну, покажите в Уставе Организации Объединенных Наций, где такой механизм предусмотрен. Ну, и много-много таких вещей, в том числе и войны без, соответственно, ООНовской санкции, санкции без санкции Совета Безопасности ООН, ну, и много всего другого, что отличает реальный мир от нашего представления этого мира. То есть у нас, то мы обижаемся, что Будапештский меморандум не действует, типа, где это видано, чтобы международный правовой документ не сработал. Да полно примеров, на самом деле, было всегда. Точно так же, как выйти на улицу и утверждать, что у нас все полностью от и до живут по закону. Ну, в жизни всякое бывает. И в международном праве тем более нет механизма, и намного меньше возможностей привести это все к общему знаменателю. И действительно, то, с чего мы начинали, с вами можно согласиться в части того, что не хватает уже аргументов. То есть мы вот на третьем году войны приходим к пониманию, когда у нас полмира не приезжает на нашу мирную конференцию, где абсолютно реально соответствующий международному праву и всему доброму и светлому мирный план Владимира Александровича Зеленского, мне же встать захотелось, когда я это произношу, не приезжает, говорят, не хотим, потому что почему у нас есть свои интересы. А какие свои интересы? Это отношения с Китайской Народной Республикой, это, соответственно, какие-то там возможности не исповедовать те ценности, которые навязываются цивилизованным миром, включая ЛГБТК+. Это же заметная история в плане раздражения на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке, в Азии. А это мейнстрим западного мира. Кстати, вот обратите внимание, у нас военное положение, во время которого запрещены мирные собрания, а вот этот прайд где-то пойдет, где-то он пойдет. А что для этих людей, которые имеют взгляды специфические на эти вопросы, тоже у нас закон не распространяется? А это как? Я прошу прощения. В метро не пустили, ну как бы нашли, пролезли все равно где-то. У них это и есть навык. Но опять же, у нас есть закон про военное положение. Ну, в общем, мы как бы останавливаемся на чем? О том, что мы действительно должны что-то предложить, что-то большее, нежели просто призывы вернуться к исполнению международного права. Мы должны осознать, что международное право нарушалось до нас. И будет нарушаться после нас. И концептуализируя это, мы, во-первых, должны представить свою стратегию. Ну, не просто, что граница 1991 года когда-нибудь, а она-то после победы. Как сказал господин Столтенберг. Мы должны сами себе перестать врать. Вот называя вот эти документы, которые мы подписываем договорами о гарантии безопасности. Там нет ни гарантий, ни обязательств. Нет никаких. Кроме одной, в зависимости от страны, там на протяжении 24 часов провести консультацию или трех суток. Вот все. Ну, а мы носимся, мы говорим, друзья уважаемые, и люди, которые офису сочувствуют, пишут про обязательства. Про то, что наконец-то мы получили. Вот не было никогда. А сейчас мы получили документ, который нам все гарантирует. Да вашу же дивизию. Ну, почитайте. Ну, зачем? Ну, вы же читали тем более. Вы просто тупо людям врете в глаза. Ну, уже надоело просто. Ну, Майя Сочи торопит и циборожь на Анастасии. Понимаете? Ну, пока мы сами себе не будем признаваться в базовых вещах, когда мы не будем делать из наших, и сами из себя, по сути, идиотов, вот мы не сможем ничего предложить. Ну, вот если, понимаете, ну вот если мы из Китая, из цивилизации, которая там 5 тысяч лет, там богатейшая на сегодняшний день страны, смотрим через наше информационное окно, на украинскую реальность, вот, ну, я не знаю, как бы, я вряд ли бы, как китаец, оценил все происходящее в неких категориях разума и хотел бы сопутствовать вот подобного рода социальной системе выйти из проблемной ситуации, если она не может сама признаться себе в многих базовых вещах на протяжении лет, она не может, соответственно, ну, отрефлексировать вообще, почему мы находимся в таком состоянии, найти какую-то причину в себе. Россия, Россия, агрессор, безусловно, она виновата во всем, как говорит наш уголовный кодекс, мы не оправдываем, мы уже много раз сказали, что это незаконное действие, преступное там и прочее, однако есть момент, как бы, и нашей внутренней силы, начиная от исполнения своего же закона, начиная от какой-то коммуникации, когда мы не называем две цивилизации по полтора миллиарда человек интеллектуально неспособными, когда мы президента нашего главного союзника не обвиняем в слабых ходах, которым будет аплодировать Путин, ну и много чего другого мы не делаем, и тогда вот у нас начнет, как бы, вот этот вот туман рассеиваться, и мы, может быть, будем способны принимать верные решения, не такие, какие хочется, а такие, какие на сегодня возможны, потому что хочется, хотеть можно, и это правильно, мечтать, хотеть, но если вы в мечте идёте в пропасть, ну, наверное, это неправильно, вот в этот розовый туман мы должны немножко развеять, эти розовые очки снять, поскольку в розовых очках даже стервятники кажутся фламинго, и вот если вы снимете их, да, неприятно, да, тяжело, да, какое-то время будет, придёт осознание того, что нужно много работать, и выгребем мы не раньше, чем через 10-15 из этой ситуации, но чем раньше мы начнём, тем раньше мы закончим, чем больше мы будем оттягивать момент, тем дольше мы будем восстанавливаться и приходить в чувства, а может быть, и доживём не все, ну, скорее всего, не все, к сожалению, поэтому, ну, это звучит как проповедь какая-то, ну, просто уже аж вот пора, ну, когда-нибудь должно начаться что-то, что позволит нам как-то оттолкнуть, ну, нащупать дно, по крайней мере, ну, уже вот есть фраза неприятная, да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но насколько она применима в этой ситуации, это спорно, но как-то нужно, по крайней мере, ставить вопросы и не бояться, поскольку внутренний какой-то страх, он уже, ну, чрезмерным, наверное, является на сегодняшний день. А вот вы сказали такую фразу, что надо понять и сделать максимально возможное то, что нужно, а не то, что хочется. А что мы по состоянию на сейчас с тем, скажем так, с той ситуацией на фронте, с той ситуацией в дипломатической плоскости можем реально сделать, да, то есть условно там начинаем с саммита мира какую, да, многие эксперты согласны с тем, что мы его провалили. Если вот проанализировать эту всю историю, что мы максимально можем взять с этого саммита и что мы должны делать дальше для того, чтобы вот это самое дно, от которого оттолкнуться, хотя бы приблизительно начать нащупывать в наших реалиях. Ну, первое, что нужно сделать, это выйти к людям и признаться, что мы таки провалили этот саммит. Выйти к людям и признаться, что эти договора о гарантиях безопасности, нихрена не договора о гарантиях безопасности. Что, я не знаю, 60 миллиардов долларов, которые говорят, как американская помощь, там не 60 миллиардов долларов, там 20 в лучшем случае. Ну, зачем мы врём? Ну, это же очевидные вещи. И тогда взять ответственность за себя. Вот, понимаете, у нас же никогда не было, у нас, у наших политиков всегда кто-то виноват. Виноват или там лидер другой страны, виноваты или попередники, виноваты вообще там масоны, рептилоиды, кто-то виноват. Я не помню и не видел ни одного примера, когда на высоком уровне кто-то выходил и говорил, виноват я, прошу прощения, я ошибся, хотел как лучше. Вот, может, стоит начать? Ну, поскольку это какой-то вот тренд задаст. И, вероятно, следующий, понимая, что его, в том числе, шкура в виде должности или, возможно, свобода или чего-то ещё лежит на кону, он не будет, как там Эмильян, строить гиперлупы. Человек же три года ходил. Я, кстати, недавно о нём вспоминала, о гиперлупе и о дойче-бане. Так вот, Анастасия, и получается как? То есть у нас нормальная традиция, когда человек на высоком посту ходит годами, делает из людей дебилов, рассказывает, ну, то есть просто вот врет в глаза, фантазии выдаёт за реальность какую-то, тратит ресурс туда, в том числе даже психоэмоциональный ресурс нашего общества, который ждёт чего-то. А если ты ждёшь, у тебя не случилось, ждёшь, не случилось, ждёшь, не случилось, то у тебя, ну, немножко психика как бы будет не совсем в тонусе, в том, которым она должна быть. И вот, если появится у нас слово ответственность, когда не, ну, просто... У нас же многие, кто находится на должностях, у нас говорит просто для того, чтобы говорить. Ну, за слова никто не отвечает за свои. Просто трынди, главное, уверенно и красиво, а пофиг что. Ну, мы же до чего дошли? У нас президент выходит, говорит, мы до конца года гигаватт этих мощностей построим. Выходит, блин, помощник министра и говорит, президент сказал херню, это невозможно. Ну, как это вообще может быть? То есть, ну, какой уровень подготовки тезисов президенту? Уже, ну, как, не будет гигаватта, а если не построим, сожжём тот миллиард деревьев, которые мы недавно посадили. Или не посадили. Или тоже врали, получается, про миллиард деревьев? А чё миллиард? А быть такого не может. А потому что красиво, да? Ну, красиво. То есть, у нас всё большое, миллиард деревьев, большое в эвеке будивныц, сейчас там этих людей по заграницам таскают этого Беркадзе, Бигус, полощадь просто вдоль и поперёк. Это же вообще отдельный жанр искусства. Всем рекомендую, кто не следил, посмотреть за ситуацией, за этой. И вот когда вот это всё перестанет, когда из... У нас же как получается? У меня есть такое ощущение, что вот как нормально должен работать управленческий механизм? То есть, есть люди, которые принимают управленческие решения. У них есть там условно пиар-отдел, который говорит, вернее, как управленцы принимают решение, которое является оптимальным, целесообразным, хорошим, правильным, ну или не совсем, ну или всегда кому-то дали, у кого-то забрали. И они приходят в пиар-отдел и говорят, вот, смотрите, вот такое вот решение мы приняли, идите, как-то заверните и прокоммуницируйте с обществом, чтобы оно поняло это решение, чтобы оно там не сильно расстроилось или вообще обрадовалось тому, что это решение принято, ну и так далее. И пиарщики идут, каким-то образом коммуницируют это решение. У нас, мне кажется, получается ровно наоборот. У нас пиарщики приходят к управленцам и говорят, мы придумали такой охрененный проект, вот, оно людям так понравится, будет так весело, задорно, все будут хлопать в ладоши, подпрыгивать, бросать чепчики вверх. Знаете, исполняйте. А управленцы берут это в руки и думают, вашу ж мать, а как это все исполнять? Как я посажу миллион деревьев? Как я построю миллион электростанций за три часа? Ну, пиарщики говорят, ну, типа, я не тактик, я стратег, поэтому, ну, как вот про ежиков анекдот, знаете, да? Говорят, почему у нас деток нет? Говорят, потому что вы мальчики. Поэтому и у нас, как бы, наоборот, получается, понимаете? Ну, как бы, вот, вот, и в этом, а культуры управленческих решений, культуры ответственности, ну, ее тупо нет. У нас вот народный депутат ходит, военных там полоскает, это же вообще, как это? Ну, то есть, ну, вот, как бы, мы же только по верхам проходим. А все это имеет, ну, так или иначе, это все воспроизводится на разных уровнях. Начиная от райотдела полиции, заканчивая прям совсем большими кабинетами. Кроме офиса президента, они молодцы, они просто лучшие. Мы не про них это говорили. Так, напоследок, вы сами затронули эту тему, я уже не хотела. Но теперь спрошу, значит, о Голике. Тут в контексте Биркадзе и того, как их Бигус полоскал. Фигурант, значит, антикоррупционного расследования относительно большого строительства, бизнесмен Юрий Голик, 2 июня пересек границу на выезд из Украины. СМИ написали о том, что он смылся с Украины. Об этом сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Они об этом сообщили 13 июня. О том, что он находится в Австрии. Связали это с делом об утечке информации из НАБУ, которая упоминает как раз-таки Бигус в своем расследовании, в котором основанием для обыска у детектива стало разглашение данных до судебного расследования в интересах, в частности, Голика. Украинская правда связалась с бизнесменом. Он подтвердил, что сейчас находится за границей, выехал на законных основаниях, но, что интересно, планирует вернуться 17 июня. Прямая речь Голика следующая. Как и все разы ранее, я выехал по системе «Шлях», вернусь в понедельник. Информацию относительно этого выезда, как и по всем предыдущим, можно посмотреть в декларациях. Там указано, куда ездил и зачем. Уверен, что в СМИ, которые ссылаются на источники, найдутся и источники в таможенной службе. По данным журналистов, Голик периодически пересекает границу по системе «Шлях». В эту систему его вносила Днепропетровская областная военная администрация по инициативе благотворительной организации «Благотворительный фонд «Песни, рожденные в АТО». Посему у меня несколько вопросов. Знаете ли вы о песенном пути Голика и его творчестве? Возможно, мы чего-то не знаем, а он еще и поет ЭГГ, и не только в строительстве. Это первое. А второе, ожидать ли нам его возвращения? И получается, мы строили Национальное антикоррупционное бюро, САП, прокуратура, которая все это подписывает, ДБР и так далее, настроили до того, что дела доходят до фигурантов быстрее, чем до детективов. Правильно я понимаю? Ну, всякое бывает. Но на самом деле, смотрите, там же расследование было, и оно было серьезным. И расследовать подобного рода дела тяжело. У нас все люди, которые прикасаются к деньгам, они уже научились аккуратно себя вести, ну, кто поумнее. Они ходят с модемами, там, серверные свои есть, там, не просто VPN и связь. Ну, в общем, оно так интересно работает, когда вы видите молодого человека или девушку, которая несет три телефона и какую-то коробку, знаете, что вот это вот, наверное... Что мутятся мутки, схемки крутятся. Ну, каждый свою безопасность обеспечивает так, как, ну, первых, ему позволяют функции, да, во-вторых, насколько желание. Поэтому, ну, это просто интересный момент. А расследовать это, там, прослушать что-то, очень тяжело. Ну, реально очень тяжело. И набушники как-то давно еще рассказывали, вплоть до того, что ходили в парке, там, за парочкой, которая гуляла, там, и обсуждала, и под ноги им бросали, там, и каштаны, где на самом деле были передатчики и записывающие устройства. Ну, в общем, вот это там отдельная сложная, интересная работа, с которой... Креативная, я бы сказала. По большому счету, видите, если пошли какие-то обыска, подозрения и прочее, ну, по крайней мере, частично справились. То есть, это такой очень высокотехнологичный вид спорта. И говорить о том, что да, это же просто, вот, заходишь, у нас же как логика? У нас логика общества, это, по сути, просто вот настойчивое требование вернуть 37-й год. Вот хотим 37-й год. Тройки, могли же люди за пять минут вынести приговоры? И так же все понятно. Ну, зайдите в соцсети, да? Если есть человек, если есть против него предубеждения, у всех ожидается непонимание. А как это можно месяцами или годами иногда что-то расследовать? Ну, оно же очевидно. Вот он, преступник. Садить его, расстрелять. А потом удивимся, как бы, потому что, ну, тройки, они будут касаться всех. Они только плохих. Да, да. И хороших, и плохих, и ошибки будут. При том, что в судах-тройках там порядка от 10 до 15 процентов оправдательных приговоров выносилось. Для нас это какая-то космическая цифра. У нас до процента мы никогда ползти не можем в наших судах. Ну, на самом деле, там вопрос другой работы системы. Ну, короче говоря, здесь просто опять мы видим просто вот этот вот коллапс управленческий. У нас наш Шабунин вцепился в ГИЗО углаву. Вот обратите внимание просто, насколько эта публика, этих активистов, лицемеры. Углава, он являлся первым замом Артема Сергеевича Сытника все 7 лет нахождения его при должности. Какая же там любовь была, которая от Сытника. Да, я, кстати, помню это. А этот человек, по сути, возглава. Сытник первым был главой Набул еще. Там есть замы по международке, а есть замы именно последствий. То есть углава как у Сытника был, так и у Кривоноса. При Сытнике углава был практически святым, а при Кривоносе стал дьяволом. А как так получается? То есть нельзя ли предположить, что это просто личники, и он своего, не знаю, там, друга, там, Владимир Бойко говорит, собутыльник, но тут я не могу утверждать, что это так. Он просто хочет вернуть на эту святую должность. А для того, чтобы вернуть, нужно ударить по руководству действующему. И когда действующее руководство говорит, блин, ну, углаву, во-первых, отстранили, во-вторых, мы проводим служебное расследование, раз, и проводим два уголовных производства под надзором специализированной антикоррупционной прокуратуре. выходит Шабуин и кричит, да пофиг мне на все это, мне надо, чтобы вы завтра его уволили. Почему? А потому что я считаю, что он виноват. А почему ты считаешь, что он виноват? Даже Бигус, вот проведя это большое расследование, имея в распоряжении все материалы, он прямо говорит, то есть он говорит, ну, очень похоже, но, ну, ничто, то есть скорее всего там эти переписки были с кем-то другим. Ну, это же все нужно установить, это все необходимо разобраться в этом. А если вы хотите сразу перстом назначать виноватых во всех смертных грехах, то вы окажетесь в лучшем случае в 37-м году, а то, может быть, где-нибудь в древней Месопотамии, где суды совершенно по другим стандартам проходили, и вам это не понравится. Просто нужно понимать и ценить, как бы, наше приобретение всей цивилизации последних прежде всего 300 лет. А то у нас ощущение, что нам дали какой-то высокотехнологический корабль, а мы вот эти лампочки все думаем, что они нахрен не нужны, там, ковыряем их, молотком по ним бьем, задорно, весело, потому что вот раздражает меня зеленый свет, не хочу, разобью ее, бум. И мы останемся, как бы, на голой металлической посудине, построить ничего сверху и заменить оборудование мы не сможем. И всех это устраивает, такое ощущение. Все не понимают ценностей ни права, ни государства, ни вообще каких-то элементарных стандартов поведения с точки зрения ответственности, с точки зрения отношения к тому, что ты говоришь, что ты делаешь, как ты оцениваешь других людей, кого ты обвиняешь и прочее. Поэтому грустно, Анастасия. Вот так вот мы с вами пришли к неутешительным, блин, выводам. Геннадий, не грустите. Все будет хорошо, пока мы еще здесь. И мы можем об этом говорить. Я верю в то, что впереди нас ждет светлое будущее и, конечно же, окончание войны. Вам спасибо большое за разговор. Геннадий Дубов, политический аналитик и юрист, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, моя благодарность вам за то, что вы смотрите, поддерживаете, комментируете. Нас больше миллиона. Это больше миллиона людей, которые ищут ответы на вопросы. Я очень надеюсь, делают правильные выводы. Увидимся в следующих наших эфирах. Меня зовут Анастасия Мусарева. Вы себя, пожалуйста, берегите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok